Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Настроения инвесторов и трейдеров остаются крайне нестабильными. Напомню, что на следующей неделе в среду Федрезерв огласит результаты голосования по ключевой процентной ставке. Также инвесторов интересует готовность американского регулятора замедлять скорость повышения ключевой процентной ставки. Это во многом будет зависеть от данных по инфляции США, публикация которых запланирована на вторник. Поэтому появление прогноза, указывающего на снижение инфляции, уже оказало давление на доллар США. Но активность продавцов американской валюты остается умеренной. Обратите внимание на валютную пару евро-доллар, которая вновь тестирует технический уровень сопротивления, расположенный вблизи психологического уровня 1,0600. Также мы наблюдаем умеренный рост котировок валютной пары фунт-доллар и ряда других валют в паре с долларом США. Тем не менее, активность покупателей остается умеренной, указывая на их неопределенность. Поэтому уже на следующей неделе мы увидим значительный всплеск волатильности торгов. Первая волна произойдет в момент релиза данных по инфляции в США. Затем все внимание трейдеров сместится на решение по ключевой процентной ставке Федрезерва, Банка Англии и ЕЦБ. Главным драйвером для финансовых рынков остается монетарная политика американского регулятора. Она продолжает оказывать влияние не только на доллар США, но также на сырьевые активы, отображая изменение интереса к риску. Когда мы говорим о риске, то в первую очередь вспоминаем о золоте и японской иене. Эти защитные активы уже заметно укрепились на ожиданиях снижения темпов роста ключевой процентной ставки Федрезерва. Но учитывая перспективу замедления мировой экономики, спрос на защитные активы может оставаться повышенным. Обратите внимание на золото, котировки которого вновь приближаются к важному техническому уровню сопротивления у отметки 1805 долларов за унцию. Это еще одно подтверждение того, что инвесторы верят в готовность Федрезерва замедлить скорость повышения ключевой процентной ставки. Поэтому бычий сценарий для золота остается актуальным в среднесрочном периоде. В то время как нефть продолжает снижение, полностью утратив достигнутые ранее позиции. Сегодня нефть торгуется приблизительно на 45% ниже достигнутых максимумов в этом году. Технический анализ указывает на перспективу дальнейшего ее снижения. При этом, важно учитывать готовность Китая быстро ослаблять карантин, и внимательно следить за реакцией ОПЕК на обвал нефтяных котировок. Эти два фактора являются главными драйверами роста для рынка черного золота. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка. Продолжение следует...